Сегодня у нас в меню морепродукты. Готовить будем из креветок. Коктейльные креветки маленького размера. Коктейльные креветки тоже бывают относительно разного размера, более среднего, более такие большие. Это маленькие коктейльные креветки. Первое что мы должны сделать это их слегка промыть в холодной воде. То есть они у меня полу размороженные, такие полу размороженные кладу в холодную воду и немного промываю. В этих креветках тоже есть внутри маленькие черные прожилки, но в данном случае из маленьких коктейльных креветок их удалять, вынимать не нужно. После того, как из креветок немного стекла вода, я их разделяю напополам. Все имеющееся количество, потому что мы будем готовить два блюда, креветки с сельдереем и креветки в остром соусе. Начнем с первого неострого блюда креветки с сельдереем. Понадобятся они нам коктейльные креветки в объеме 250 грамм. Мы должны будем их посолить и поперчить. Черный молотый перец и соль по вкусу. Я черный перец люблю, добавляю много. Посолили, поперчили и перемешиваем. Теперь сельдерей. Вы можете положить его, в принципе, столько, сколько хотите. 200-250 грамм. Как видите, у меня все помещается вот так вот в руку. И, кстати, можно заменить сельдерей, например, на брокколи или даже какой-то другой овощ. Мы нарезаем его кусками относительно среднего размера. Ну, приблизительно такого же, как, собственно говоря, креветки. Теперь мы наливаем на сковороду растительное масло 2 столовые ложки. Огонь под сковородой пока что не включен. И закладываем туда молотый чеснок. Одну столовую ложку. Если любите чеснок, то можно и 2 столовые ложки. Включаем огонь и пассируем чеснок на среднем огне до того момента, пока не почувствуем его явный запах. Мы делаем масло на чесноке. Затем добавляем креветки и пассируем креветки на среднем огне, пока они не поменяют цвет и немного уменьшатся в размере. Креветки, их не нужно прям-таки очень сильно и долго готовить. Они должны сохранить свой такой жевательный эффект. Когда они поменяют цвет и немного уменьшатся, то мы далее с вами закладываем сельдерей. И пассируем сельдерей на среднем огне где-то около 1 минуты. Что касается сельдерей, здесь все то же самое, что и с креветками. Его не нужно очень сильно и долго готовить. Он тоже должен сохранить такой желательный эффект. Затем мы сдвигаем все на край сковороды, освобождая себе одной из сторон и заливаем на этот свободный край соевый соус. Одну с половиной столовые ложки и добавляем в соевый соус сахар, мед или сироп. По вашему выбору и предпочтению одну столовую ложку. Доводим вот этот соус до кипения, немного так вот наклонив сковороду и когда это все закипит, мы все хорошо перемешиваем с соусом. Продолжаем это пассировать на среднем огне где-то около 1 минуты и после этого добавляем устричный соус. Одну столовую ложку. Устричный соус он добавляет не только вкус, но и цвет. Все хорошо перемешиваем и готовим пассерой еще где-то около 1 минуты. То есть у нас должна остаться какая-то часть соуса. Соус не должен целиком полностью испариться. При подаче это блюдо можно посыпать сверху обжаренными кунжутными семенами. Это можно подавать как закуску, но в принципе можно использовать это и как топпинг белому отварному рису. В этом случае как раз хорошо, если соуса останется побольше, чтобы когда перемешивали было такое сочно и вкусно. В общем-то это блюдо достаточно легкое, но в то же время сытное. Переходим ко второму блюду. Оно острое. Креветки в остром соусе. Начнем с того, что сделаем соус. Берем какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания, пиалу и закладываем сахар, мед, сироп. Одну столовую ложку по вашему выбору. И добавляем красный молотый перец чили, порошок мелкого помола. Одну столовую ложку. И соевый соус. Одну столовую ложку. Он дает соленость. Не нужно добавлять соль в данном случае. И далее уксус. Одна столовая ложка. У меня рисовый уксус, но в принципе подойдет совершенно абсолютно любой. Острая чили паста кучудян. Ее можно приготовить дома. И здесь вверху линк на рецепт, как это можно сделать. Кучудян нам нужен одна столовая ложка. Но в данном случае не будет совершенно ничего абсолютно страшного, если вы замените его на кетчуп и будет также вкусно. Теперь мы все хорошо перемешиваем до однородности. И данное блюдо, оно может быть топпингом для риса или лапши. Тогда мы используем приведенные пропорции для соуса. Если же хотим использовать как закуску, то уменьшаем пропорции соуса в половину. Мы заливаем растительное масло 2 столовые ложки на сковороду. Огонь пока что не включен. И добавляем молотый чеснок 2 столовые ложки. Включаем огонь. Пассеруем чеснок на среднем огне до явного его запаха. Таким образом мы получаем масло на чесноке. Далее мы добавляем коктейльные креветки 250 грамм и продолжаем все это бассеровать на среднем огне, пока креветки не поменяют цвет и немного не уменьшится в размере. То есть все то же самое, как в предыдущем случае, как в первом блюде, что мы готовили. Когда это произойдет, то мы добавляем соус. Если, как я говорил, это будет топпингом, то тогда соус у нас должно быть побольше и остаться. Он не должен весь выкипеть. Мы готовим это на средне-слабом огне, пока креветки не впитают в себя соуса и покроются им. Если вы используете пасту кучу дян, то она очень легко подгорает, поэтому здесь лучше в данном случае сделать огонь послабее. Блюдо, когда мы подаем его к столу, посыпаем его сверху обжаренными кунжутными семенами, если хотим. В данном случае это лучше сделать, если используете блюдо как закуску. Если же как топпинг для риса, то можно и не посыпать кунжутными семенами. В общем, блюдо на любителей и острого, и не острого. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Здесь еще раз приведен список ингредиентов для обоих блюд и способы их приготовления. Субтитры сделал DimaTorzok